добрый день добрый день дорогой так скажи пожалуйста как идет дело с магнитной медной проволокой чтобы сделать катушку и ну да потому что там это самое не понял еще раз и они не диод надо просто какое-то сопротивление включить ну то есть провод коротенький у него сопротивление очень маленькая получается ток очень большой понимаешь это почти что короткое замыкание а теперь сама а может ты мне рассказать как ты делал опыт ну шевелиться да а смотри вот что меня интересует вот смотри вот покажи просто вот компас лежит на столе куда стрелка показывает сейчас принесу на кухню вот компас вот он да ну хорошо вот положи его плашмя на стол так сейчас немножко живет там у тебя есть фиксатор который не дает двигаться игрушечка нибудь какой-то и сейчас несу компас ага хорошо хорошо и и и и и и и и и если мы всю катушку подключили там сопротивления больше и батарейка бы не грелась так сильно то есть нету под рукой ну жалко ну ладно смотри сейчас компас показывает на север не подойдет не замыкаю подавись смотри а вот вот покажи рукой куда сейчас показывает компас вот так вот так пока да вот отлично на стиль смотри проволочка которая соединяет батарейку она должна идти вдоль стрелки правда да вот только смотри нужно поставить не сбоку не сбоку а сверху компаса вот компас так а ты вот тут держишь и вдоль стрелки понял ну давай так вроде бы если батарейка еще не сдохла должна работать ну ты замыкай на короткое время чтобы батарейку не насиловать а другая есть ну не важно смотри ты не замыкай ее сразу ты замыкай когда будешь держать над компасом и вдоль стрелки поближе к компасу а можешь наклонить камеру чтобы я тоже видел проблематично но постараюсь так это батарейка это плохо и это наши бумажки может мне лучше аккумулятор использовать вот такой посмотрите ну можно на вот ну ты поищи может быть ты найдешь эту самую всю катушку медной проволоки а то мы и аккумулятор посадим он по моему и высаженный он по моему и высаженный григорий да аккумулятор сдох по моему ну ладно попробуй то есть этой батарейки вдоль самой стрелки прямо над компасом вот так компас вот так компас и прямо вот здесь проволочка вот так над ним ну понял минус и плюс но я видел прямо дергалась прямо так изменял направление по идее она должна стать поперек проволочки не знаю что ей не нравится может компас какой-нибудь неправильный да не пусть да да видите он игрушечный ну он работает конечно это какого это что ты ну судя по тому как ты мне его показываешь он практически плохо двигается ну я и говорю простите все таки ну ладно вот смотри значит вот этот опыт делала ученые там очень давно 200 лет тому назад понятно при том что до него такой же опыт делал другой ученый но у него были большие аккумуляторы у них тогда были такие все это громоздкое было и у него аккумуляторы стояли в соседней комнате да и соответственно он для того чтобы включить ток он выходил туда где аккумулятор и там включал понимаешь да а потом сюда приходил и ну не видел никаких изменений а другой ученый по фамилии эрстет у него выключатель был прямо на столе понятно да когда он включал ток а он сделал как он вот так поставил две стойки вот здесь протянул проволочку а внизу а внизу компас а внизу компас а внизу компас да при том что самое интересное в том что у него компас на столе был случайно то есть он 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 же не знал что ток будет влиять на магнитную стрелку и когда он включил тут стрелка повернулась поперек проволочки понимаешь и он понял что электрический ток создает вокруг себя что-то что влияет на компас а что а что может влиять на компас как думаешь электромагнитное поле нет одна половинка неправильная магнитное поле правильно да мне кажется я уже этот компас изнасиловал магнитами так что он уже тупит а ну вот понимаешь да то есть надо более аккуратно сделать опыт купить хорошее наверное я уже он уже так себе да и вот когда он обнаружил что электрический ток производит магнитное поле он рассказал ну об этом другим ученым и один и потом они посмотрели с переменным и постоянным напряжением и поняли что у постоянного меньше потери не 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 это уже потом было а когда другой ученый узнал о том что электрический ток дает магнитное поле он сказал о а может быть можно как-то сделать так чтобы магнитное поле давало электрический ток и это получился трансформатор они изобрели нет это не трансформатор это вот другой опыт который мы с тобой обсуждали раньше ничего себе я тут такое заметил я просто взял батарейку обидно от железного корпуса она замыкается вот смотрите сами сейчас сейчас видите дергается а тут сильно дергается я не могу крутить просто компасом видите да вижу да так что опыт тоже закончен удачно ага ну вот ну ладно вот смотри значит он выдвинул гипотезу что магнитное поле может производить электрический ток то есть если ток производит магнитное поле логично предположить что наоборот тоже может быть правда да наоборот тоже может быть так вот ты же покупал медную проволоку для какого опыта я для катушку индуктивности в основном ну так вот ты ее сделал ну получилось да ну расскажи пожалуйста нам чтобы у нас на записи было что это за опыт про компас нет про катушку индуктивность а как с помощью магнита получить электричество да а мы должны намотать магнитом допустим вокруг штуки из-под туалетной бумаги и перемещать в плане магнит ага так ты так и делал у меня штуки не было у меня штуки не было а я пытался но у меня у меня видно слишком большое расстояние от магнита было что это у меня на крыше а да все таки получилось я когда вокруг штуки намотал слава богу мне бабушка помогла она подержала и трясла а я держала мультиметр и там всю секунду просто микроскальпическое напряжение было ну смотри значит можно как сделать ведь можно не обязательно намотать на втулку от туалетной бумаги можно на любую трубочку намотать я для этого использую карандаши ну карандаш немножко маловат диаметр потому что тогда магнит внутрь не засунешь правда без дырки да вот ну конечно можно около катушки вводить магнитом снаружи да а внутри лучше ну внутри лучше вот потому что нужно бы ну как-то чтобы поле сильнее менялась внутри на все витки правильно ну вот или еще может сделать как смотри вот можно просто вот смотри взять вот что-нибудь ну вот например такую штуку и вот здесь вот так проволоку намотать чтобы было кольцо понятно ну ну найду что-нибудь может быть и есть любой код бутылка у тебя есть да вот такая пойдет как раз маленькая по диаметру да 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 вот прямо не делать спираль а прямо в одном месте намотать понимаешь ну тогда близко близко друг другу да вот и можно поверх друг друга и потом значит два конца у тебя будет выходить оттуда эти концы ты посоединишь к прибору и внутри положу магнит и начну его тын-дын-дын-дын нет смотри это будет просто вот так и лежать вот это вот наша намотка вот это да провода будут присоединены к прибору уже намертво не надо их держать да у тебя эти карабинчики есть вот эти крокодильчики да крокодильчики для надежности можем еще изолентой примотать ну вот значит и а ты сверху будешь вот так вот просто водить магнитом ладно тогда тоже наверное возможно вот значит вот такой опыт пожалуйста проделай то есть у нас опять будет магнитное поле давать электрический ток если честно я уже начал знаете зачем использовать проволоку я начал фантики у конфетных хвостик протыкать вот так кружок делать и веревку приматывать мы уже елку нарядили ага здорово только ты сиди пожалуйста в кадре в середине а то скайп обрежет и тебя не будет так видно да так хорошо вот да мы еще сейчас за петардами ходили ящик купили какой-то целый оооо там столько сейчас секунду папа называет это все арсеналом ага вау вау тут даже домолухи есть ага ну повеселее ну вы ровно в полночь тогда стреляете нет да я не знаю петарды когда хочешь в новый год всем все равно вот такие есть петильные есть просто как со спичечами серый и в коробок черкнул и они сгорелись ну здорово классика жанра черный дров вот вот такие маленькие ух ты я вообще-то в это все любимые бенгальские огоньки тоже присутствуют ага вот это я знаю а остальное все я никогда не знал петарды да это петарды просто считается только маленькие просто сильно громкие у нас не взрывать понятно хорошо так что же нам еще с тобой поделать такое интересное да я пытался под консервной банкой взрывать петарды маленькие серо настолько много кислорода требует что в банке они просто не взрываются в консервной ну да закрытое пространство ну все равно не наверно какая-то другая причина все-таки банка же сверху открыто правда а вот так ну не знаю все равно там кислород то есть вот я думаю может быть нам какую-то конструкцию сделать с собой как думаешь не знаю карандаши что-то посклеивать нет почему можно например сделать особенный футбол не знаю эх а че вилку под стол магнит и вилку сверху и а вот это ну у меня вот такая зараза магнит ну вот прям не хочет ползать он ну не может он вилку схватить ферритовый магнит сблизи только притягивает но достаточно мощный вес может удерживать ну понятно колонны очень на маленькое расстояние действует да да но достаточно до 18 килограмм я могу продемонстрировать свойства нам нужна большая консервная банка и могу ну давай 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 блин уже там все если там просрочка полтора года и вес посмотрим сколько весит 430 грамм и чё он удержит но это магнит тебя я вижу от какого-то динамика ну да там вот надо было конечно в этой радиоле взять надо было сопротивление вот эти да там такие трансформаторы были но мне кажется их бумагу домой не разрешила притащить потому что они пыльные были бумаги ну пыль можно помыть не ну зачем посушить потом мы же не дураки правда что мокрый был понятно понятно так ночью ох давайте займемся какими-то расчетами что рассчитывать не знаю ну давай вот сейчас я тебе тут дам задачку сейчас я переключу конечно один секундочку да 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 мою бумажку видно сейчас сейчас настроиться немножко появилась бумажка хорошо вот давай бери линейку ну вот мальчик мальчик готов да ну вот смотри вот это у нас будет потолок вот здесь подожди-ка оба а у меня тут ничего нету ну сейчас мы ее обратно сделаем да у нас вот вещи есть такие штучки это не стерлинга контейнер протыкаем дырочку ну можно вляпаться да вот значит вот это у нас потолок на потолок подвешиваем ниточку а на ниточку подвешиваем палочку вот так подвешиваем ее не посередине видишь вот это у нас будет 10 сантиметров а вот это будет 15 ну 25 сантиметров это меньше чем линейка обычная она обычно ну может быть здесь какие-то длинные деревянные есть да можно ну покажи ну наверно да вот что-то типа этого да по русской палочке значит так вот давай мы вот здесь вот мы здесь вот подвесим с тобой груз ну какой-нибудь вот груз подвесим да и и пусть это будет ну например 50 грамм да спрашивается сколько грамм надо подвесить вот здесь чтобы это было в равновесии да вот тут вот тут вот вот палочка ну палочка легкая мы будем не будем ее учитывать пока что ладно будем считать что она 0 весит сама палочка вот это вот спрашивается сколько грамм вот сюда надо подвесить 50 что ли тоже не ну смотри тут же у нас маленькое плечо а тут большое ну смотри если я вот это плечо еще более длинное сделаю вот вот сюда его так продолжу вот сюда я вообще должен буду подвесить очень маленький груз правда вот вот нужно придумать какую-то формулу помощью которой можно посчитать какой сюда подвесить груз ну там ты же такой подобный опыт уже делать когда ты делал палочку на одном конце земля на другом конце луна ну вот видишь ты там видишь что там луна легкая но она перевешивает большую землю потому что там у нее плечо намного больше правда ну да вот значит вот это вот у нас плечо вот это вот давай вот здесь напишем плечо называется плечо и это плечо плечо вот так вот ну да ну пускай будет это будет l длина значит l1 а это l2 на ну так что какая будет формула как думаешь ну зачем нам бумажка здесь надо просто головой подумать ну я помню что там мы для чего-то там использовали для расстояния земли до луны ну конечно вот смотри значит если мы возьмем вот эти 50 грамм вот умножим на 10 сантиметров до то это должно быть равно вот это неизвестное количество вот вопрос вот это то есть мы его обзовем x ладно и умножить на 15 сантиметров вот можешь посчитать чего равно x и если 500 умножить на 15 будет очень много не будет равно надо же чтобы надо же чтобы было равно было правда а какое правило как найти вот этот x если бы ну мы 50 на 10 будет 500 это правильно 500 значит получается 500 равняется x умножить на 15 правильно это уже выражение какое-то получается ну обыкновенное уравнение да значит 500 надо разделить на 15 вот значит x равняется дробь 500 можно конечно это не это не имеет значения а мне нравится писать одно под другим чтобы вот так было давай сколько же получится так сейчас я вычисление сделала быстренько делить на 15 так берем по 45 3 минус 45 получается 5 так 50 разделить тут не делится что-то а 50 минус 40 45 5 5 5 так тогда добавляем нолик 5 минус 45 это мы еще раз по 3 раза значит уже запятая 33 запятая 3 3 33 запятая 3 5 запятая 3 5 5 откуда 5 то понятно ты и там до бесконечности может здесь вот смотри в математике поскольку я тебе уже говорил что это самые ленивые люди на свете они они что это в скобочках там поставили они вот эту троечку вот так написали и сказали если до бесконечности то это вот означает что там много троек и равно x и равно x правда вот вот эта штука называется рычаг первого рода вот такой рычаг называется рычаг первого рода я как-то фиксиков обсмотрелся я как-то фиксиков обсмотрелся и я в детстве на стенах рисовать начал как эти египтяне камни таскали ну вот значит а рычаг второго рода по другому устроен это внизу палка и сверху на нем как буква Т а ну да вот смотри вот рычаг второго рода ой можешь подвинуть не в сторону три в сторону троечку да да вот так еще даже можно а что такое так а что она не попадает в кадр что ли попадает все теперь нормально вот значит вот смотри давай так сделаем вот здесь такую картинку нарисуем это у нас будет дорога вот на этой дороге питофор на этой дороге у нас будет стоять что-нибудь например такая вот штука Иван ну понял короче старый вазик понятно да вот а мы хотим колесо поменять а у нас домкрата нет тогда мы возьмем бревно это бревно мы это бревно засунем вот сюда вот так и будем его вот тут вверх поднимать понятно да вверх? ну да вверх а можешь отпереться на палку и поднять как качели ну да тут у нас стоит человек вот он берет значит это руками и поднимает вверх и машина приподнимается и колесо можно менять вот значит тут получается такая штука тут одно плечо у нас вот отсюда ну давай вот здесь нарисуем вот одно плечо вот отсюда вот досюда вот это у нас одно плечо вот вот это L1 а вот это вот у нас L2 вот это у нас L2 и рассчитывать мы будем вот так понятно, да? ну вот отсюда у нас пауктирчик идет, правильно? подождите, покажите еще L2 где как так L2 да теперь у нас такая задача машина весит 2 тонны грузовик слишком слишком тогда в их легких значит получается тонны 3,5 обычно ну давай возьмем 3 там тонны, ладно? значит получается, что вот здесь у нас действует сила вот такая вот в это место действует это действует вес машины а вот здесь у нас действует вот эта сила сила человека сила человека вот ну допустим здесь у нас три тысячи килограмм, да? а здесь у нас ну человек сколько может? ну килограмм восемьдесят поднять это максимум наверное ну давай чтобы нам легче считать мы возьмем сто давай ну да давай просто сто возьмем килограмм, да? вот да и соответственно вот здесь у нас L1 будет ну допустим 1 метр надо узнать L2 L2 у нас равняется x равняется вопросу да? без понятия вот ну давай посчитаем давай ну вот по этой же самой формуле вот понятно ну давай диктуй мне цифры так один метр мы возьмем один метр или сто сантиметров метр возьмем ну давайте триста килограмм нет три тысячи просите три тысячи да три тысячи умножить на один метр умножить на один метр правильно равно равно сто килограмм сто килограмм умноженные на на L2 отлично L2 давайте сначала посчитаем первое триста умножить на один ой три тысячи умножить на один ну три тысячи ну да что тут считать нечего считать так и и во втором уже потяжелее ну почему получится три тысячи равно сто умножить на L2 правильно и чему равно L2 L2 не знаю L2 L2 равно так сейчас 3000 поделить на 100 ну да получается 30 ну да 30 получается 30 метров понятно ну 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 да это очень длинная какая-то такая ель какая-то длинная очень которая в горах растет самые высокие ели ну наверное бывает 30 метров но у них уже верхушка очень тонкая там 100 килограмм не приложит силу правда там побольше надо поэтому ель не подойдет а какие у нас высокие еще деревья есть секвойя секвойя но секвойя там у нас не растет ну да я понимаю косна 30 метровая бывает думаете ну да то есть получается что надо же тогда еще учесть что бревно тоже сколько-то весит правда и немало и немало поэтому поднять грузовик 3 тонны вот таким способом вряд ли да вот ну да вот поэтому вот такое вот дело вот такое вот дело вот видишь инженерные расчеты нам помогают во всем разобраться во всем разобраться ну да вот да то есть вот здесь у нас обычная простая пропорция и мы с тобой знаем как чего считать и вот там где у тебя луна вместе с землей на палочке подвешены там тот же самый расчет вот 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 если знать одну из этих масс то вторую можно посчитать зная длину этих палочек правильно вот вот это очень простой расчет это проходит когда физика начинается в седьмом классе в школе это вот первое что там проходит по физике понятно так ну ладно значит да а вот такую спичку когда-нибудь видели вообще ну примерно такая у меня есть дома даже я их термоядерными называю ну да у меня много разных есть спичек только я ими не пользуюсь они просто ну когда когда мне где-нибудь попадаются я их просто складываю там у меня на кухне они лежат а у вас так что придали обычные? ну щас подожди не у нас электричество сейчас я тебе принесу ты где что? ну Продолжение следует... 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 правильно если это у тебя кругленький магнит вот такой да вот так вот он же намагничен вот в эту сторону правильно вот этим магнитом мы вводим вот здесь около катушки понятно и смотри чем быстрее мы ведем тем больше должна отклоняться стрелка понятно алё вот при том что когда мы ведем вот здесь около вот этого витка тогда стрелка отклоняется в одну сторону а когда ведем вот у этого витка то стрелка отклоняется в другую сторону понятно то стрелка будет в разные стороны отклоняться а ну все равно будет заметно что сначала показывает сколько то потом опять 0 потому сколько то опять показывает понятно а давайте я попробую к примеру сейчас к моторчику подключить медную проволоку и замкнуть и покрутить его может быть думать его работается ты что к моторчику что хочешь подключить смотря какая там конструкция но вполне да может так быть да ну да вполне может быть дело в том что что мотор что генератор работает на одном и том же принципе да я знаю ну вот ничего не работает не ну покрутить надо посильнее наверно потому что смотри когда электрогенератор его же крутит мотор какой-то правда ну там довольно существенное вращение большое вращение правда вот так ну вот такой значит эксперимент будем делать хорошо ну вот мы можем например здесь нарисовать схему как работает генератор то есть мы вот здесь вот вот давай поставим так там магнитик на оси просто и ты эту ось вращаешь магнитик двигается вокруг проволоки ну рядом с проволокой движение делает и вырабатывается электричество ну примерно да ну я просто уже знаю как моторчик обувит ну то есть вот смотри то что ты сказал я попробую нарисовать значит я беру вот такой магнит да у него тут S тут N правильно ну да ну там внутри магнитик и вокруг него медная проволока не не подожди проволока как она как что значит вокруг проволока проходит вот здесь потом идет сюда потом вот так да потом опять опять сюда и вот так она идет правда ну я как там проволока строена не знаю но как работает знаю нет смотри и вот так вот идет 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 получается вот такая же намотка как вот здесь у нас с тобой да вот и здесь у нас выход теперь мы этот магнит делаем в нем ну условно говоря дырочку да да вот здесь вставляем ось правильно да и подключаем к чему-либо или напряжение поддаем да не и начинаем его вращать правильно да вот ой простите у меня сейчас может планшет разрядиться но я еще максимум минуты 4-5 поговорю с вами хорошо мне тоже бы надо прерваться давай прямо сейчас тогда закончим а никаких экспериментов нету а то чего нету подойди чего нету экспериментов на дом а то скучно мне что то ну вот этот вот этот эксперимент тебе на дом намотать намотать проволоку на бутылку потом снять все это и вот здесь поводить магнитом ладно я тогда сейчас бутылку возьму спасибо савочка до следующего воскресенья ладно до свидания спасибо до свидания до свидания